Уважаемые коллеги, приятно сегодня выступать в этом зале, перед молодыми коллегами и перед всеми нашими коллегами. В немножко более спокойном режиме, потому что меня еще просили выступить на ученом совете, может быть что-то я дополню, что-то я уменьшу, и где будет на ученом совете, может быть меньше времени для выступления. Здесь я постараюсь показать результаты своих исследований паразитических перепончатых крылок насекомых семейства Трихрироматиды, кальцидоидные наездники, которые я проводил в Турецкой Республике в прошедшее время. Вот здесь показан слайд, вход в Институт защиты России, Министерство сельского хозяйства, в котором я работал. Вот такими большими буквами все написано, это такая традиция, все подписывать большими буквами, видными за 100 метров от здания. Вот место Турецкой Республики, которое мне удалось посетить за это время. В основном, это, как мы видим, такая восточная часть Турции, то есть, наоборот, западная часть Турции, а восточная пока еще осталась неизведанной. Мною, по крайней мере. Так что это есть задел на дальнейшее исследование. Задачами исследований являлись следующие, вот здесь, которые я перечислил. Ну, я вот скажу в двух словах. Это, прежде всего, задача изучить биоразнообразие яйцеедов семейства трихограмматидов в природных ландшафтах и в сельскохозяйственных, потому что Институт защиты растений занимается именно сельским хозяйством. Проведение определения видового состава культур яйцеедов рода трихограмма, которые поддерживаются сейчас в лабораторной культуре в Институте защиты растений. Изучение систематики рода трихограмма, поиск в сельскохозяйственных природных ландшафтах тех видов трихограмма, которые можно использовать для лабораторного разведения, поддержания в культуре в лаборатории. Изучение и поиск природных хозяев видов рода трихограмма и для исследования, конечно же, проведение, приготовление микроскопических препаратов для приопределения видов рода трихограмма и других видов семейства трихограмматиды. И подготовка публикаций по поставленной данной теме. В двух словах скажу, кто такие энтомофаги. Вот энтомофаги, кто знает, кто-то, скажу в двух словах, потому что есть еще и студенты, это те, кто пожирают вредных насекомых. Вот насекомые, поедающие насекомых. Среди паразитических насекомых имеется несколько больших отрядов насекомых. Паразитические перепончатые крыла занимают одну из самых крупнейших групп. Какие методы использовались для мной и другими, в том числе исследователями, здесь я упомяну и покажу, для сбора паразитических перепончатых крылых насекомых. Прежде всего, это вот обычный энтомологический сачок. Сачок еще бывает, вот такой треугольный энтомологический сачок Джона Лойса, который позволяет интенсивнее косить вдоль поверхности земли. Используется вот такая ловушка Малеза, такая прозрачная палатка, где насекомые поднимаются вверх в насекомосборник и тонут спирти. Очень интенсивная собирающая ловушка в различных условиях, где насекомые заносятся и ветром, и на пути миграции насекомых, где они как планктон залетают в эту ловушку и потихонечку собираются наверху в насекомосборнике. От крупных насекомых до самых-самых мелких 0,5 мм. Вот другой способ исследования вот такого планктона, ловушка-вентилятор, который процеживает воздух, и насекомые или попадаются в спирт внизу этого вентилятора, или вот на другой ловушке могут приклеиваться на клейкую такую, не ленту, а клейкую бластину, покрытую клеем, потом нужно отклеивать специально раствором. Другой простой способ, это использовали и мои, и знакомые, и другие коллеги, вот опрыскивание или окуривание инсектицидами, перетроидами различных растений, и насекомые падают вниз на подставленные различные такие пластины или зонтики. Но самым интенсивным и таким простым способом, который требует только время и усилий, вот сборная желтые ловушки Мерики. Вот здесь я около института расставлял по 50 ловушек, буквально в 10 минутах, в кампусе института, вот такими линиями. И насекомые, которые летают как планктон, удивительным образом, даже новые виды и новые роды для фауны, они прилетели в конце концов в эти ловушки. Вот они падают в эти ловушки, тонут просто в воде с солью и добавленным шампунем. Такой простой метод сбора, требующий, однако, времени. И вот насекомые бывают, что в таком количестве, в течение 1-2-3 дней. Потом нужно их обязательно оттуда процеживать аквариумным сачком, промывать водой и фиксировать в 96-70% сберне. Конечно же их нужно сортировать. Вот здесь процесс отсортировки насекомых, вот заливки просто воды с шампунем и маленький аквариумный сачок, который процеживает эти насекомые из таких простых тарелочек желтых, которые иногда прижимаются к камушкам, чтобы они не улетели просто в воздух. Вот другой метод наподобие этого, когда с помощью ловушки такой сепаратора, придуманной доктора Маслера в Канаде, можно тоже отделить насекомых от различного мусора такого, который попадается в сачок во время кошения. Насекомые на свет подбираются, из какого мешка их можно собирать. Поинтенсивным можно было использовать, вот я лично использовал все время, вот эту ловушку Турца Чава, которую им подарил коллега из Венгрии. В черный мешок засыпаются выкашенные насекомые вместе с листиками и веточками, и в банки, в одну большую и маленькую насекомые фильтруются. В маленькую через фильтр металлическое такое сито выходит насекомые от миллиметра до двух миллиметров и ниже 0,5 миллиметра. А в крупную, где нет фильтра, процеживаются, проходят крупные насекомые, которых можно просто выпускать. Таким образом насекомые разделяются и мелкие насекомые, я их еще покажу, как они на отдельном видео, как они собираются. Вот наиболее точным методом, подтверждающим хозяинно-паразитные отношения между паразитами и их хозяевами, конечно же метод выведения и содержания, допустим, различных растений в садках, на них фитофагов, а на фитофагах паразитов. Вот здесь при содержании растений и на них фитофагов, насекомые, потом паразиты вылетают на свет. Может быть различные варианты таких садков, баночек, в которые вылетают паразиты, вот самые обычные такие садки из сито, даже самые обычные пробирки с разными фазами развития насекомых, яйца, личинки и куколки, и насекомые здесь отбираются. Вот такой наиболее интенсивный метод, который используется в нашем отделе, выведение из различных частей растения, то ли это цветочные головки, стебли, может быть корни, листья, насекомые вылетающие из этих растений, они бегут на свет в баночку, вместе с ними постепенно выходят и паразиты, и галообразователи, и паразиты, и яиц, личинок, куколок, все они собираются в эту паразиту. Ну вот для моих объектов паразитических перепончатых релокхейциедов, интенсивно используется метод привлечения их на яйца бабочек. Трихограмма паразиты ед бабочек, поэтому делаются такие карточки, на которые наклеиваются яйца мельничные, гневки или других бабочек, они выставляются в природу, они заражаются трихограммой, и эти такие вот карточки собираются, снова приносятся в лабораторию, анализируются, незараженные яйца убиваются, стираются, а из зараженных черных вылетает трихограмма. Вот здесь лаборатория, в которой я работал, отличается тем, что в лаборатории стоят два шкафа таких солидных, термошкафы, которые поддерживаются лабораторной культурой, стоят три микроскопа, в лабораторных шкафах все время поддерживают температуру плюс 30, плюс 28 градусов, стабильно в течение всего круглого года влажность, и это позволяет стабильно вести в круглогодичную культуру трихограммы. Вот на стене под черно висит портрет от Адюрка, который, уважаемый лидер Турецкой Республики, в каждом кабинете имеется. Это в качестве небольшого такого литературного дополнения. Вот собранный материал необходимо было отсортировать обязательно, потому что он собирался в спирт отсортировать по группам. Вот самые разные группы попадались в перепончатых градах насекомых, самых разных, на семействе и семейств. Их приходилось тщательно отсортировать по различным пробирочкам, и в их отсортированный материал потом препарировать. В моем семействе трихограмматиды я делал такие препараты, на каждый препарат по 4-6 экземпляров, и это достаточно длительное занятие. После чего изготовление препаратов приходилось сделать в микрофотографии, вот на таком оборудовании, в другом отделе, который является музеем в Институте защиты растений, где хранятся те насекомые, которыми работают сотрудники. Сотрудники сначала собирают материал, если у них такая непосредственно связанная тема, с насекомыми вредителями или их паразитами. Насекомых потом кто-то определяет, часто это бывают сотрудники других институтов, поскольку в защите растений сотрудники занимаются какими-то прикладными вопросами. Они отсылают этот материал, присланный назад материал, они ставят в свой музей в Институте защиты растений, который является их отдельным отделом таким. Вот в музее есть все необходимое для фотографирования, два микроскопа, просвечивающий и для объемных исследований. Теперь перехожу к своим объектам, перепончатых крылок. Хозяинами перепончатых крылок насекомых являются множество отрядов насекомых, а также других членистоногих и других животных, таких как нематоды. Членистоногих это вот и клещи, и пауки, вот на них паразитируют перепончатые крылые насекомые, которые заражают и яйца, личинок, куколок. Есть яйца, личиночные паразиты и паразиты имага. И следует...